Опыт государственных преобразований в Казахстане интересен Беларуси. Сегодня об этом заявил президент Александр Лукашенко на встрече с председателем Мажелиса Нурланом Нигматулиным. Например, недавно в Казахстане утвердили поправки в Конституцию, повышающие роль парламента в жизни страны. Центральной же темой переговоров стало сотрудничество. В этом году Беларусь и Казахстан отмечают 25 лет депотношений. За четверть века они стали стратегическими и союзническими. Страны значительно продвинулись в кооперационных связях. Минск и Астану связывают 8 совместных сборочных производств. В прошлом году запущена первая очередь проекта по созданию казахстанско-белорусского индустриального технологического парка, сельскохозяйственной и коммунальной техники. Однако взаимный товароборот в последние годы заметно снизился. Как вернуть его на прежний уровень, в том числе и этот вопрос обсуждали сегодня. Мы действительно очень серьезно и внимательно изучаем ваш опыт. Думаю, что для Казахстана это очень важные шаги, которые вы предпринимаете во имя прежде всего сохранения стабильности и независимости вашего государства. Вы пытаетесь всякие реформы, особенно по государственному устройству, изменению конституции, обязательно подкреплять конкретными экономическими шагами. Это очень важно. Это хороший пример для других. Вы молодцы, что в это сложное время для всех. Это и для Казахстана непростое. Вы сохраняете единство страны, потому что страна огромная. Вокруг происходят тяжелые события. Конечно же, спокойной жизни ни нам, ни вам никто не даст. Вы в центре нашей цивилизации восточной находитесь. Мы в центре Европы. Естественно, что все волны так или иначе на нас накатывают. Мы тоже это понимаем и знаем, насколько непросто сейчас и Казахстану в том числе, особенно в то время, когда и основной наш партнер переживает непростые времена, сложные времена. А еще здесь накладывается и предвыборная кампания в России. Все будет непросто. Конечно, мы очень переживаем за наше объединение, наши страны даже в ближайшей перспективе. Я уже не говорю о стратегических каких-то вопросах. В этом году 25 лет установления наших дипломатических отношений. В сентябре месяце мы хотели бы отметить, что за эти годы между Казахстаном и Республикой Беларусь уступили в очень хорошие контакты. И, откровенно говоря, благодаря главам наших государств, так как вы с нашлтанамищим работаете, я думаю, это очень хороший пример совместной, слаженной, душной работы, которая дает возможность и на межпарламентском, и на межправительственном уровне нам тоже решать очень многие вопросы. Мы уверены, что официальный визит на штаны обещания, которое планируется осенью этого года в Республику Беларусь, внесет свой вклад. Сегодня Александр Лукашенко проанонсировал встречу с Нурсултаном Назарбаевым. Не исключено, что главы государств встретятся летом в Астане во время саммита Шанхайской организации сотрудничества и международной выставки Экспо-2017. Говоря о международном форуме, президент назвал это событие знаковым в экономике страны и в планетарном масштабе.